Что бы тебе ни сказать, никогда не говори так, будто с тобой не имеют права разговаривать. Привет, я Даша, я продолжаю свой цикл «Мои любимые фильмы», и сегодня я заговорю о сериалах. Всегда моим помощником будет мой любимый телефон. Очень люблю сериалы «Зачарованные». Мне нравится вот эта вот идея магии, книги с заклинаниями, единство сестер, то есть вся вот эта какая-то таинственность. Солдат люблю, потому что я люблю военных, красивых, здоровенных. Вот сейчас, кстати, как раз пересматриваю, что когда в первый самый раз их транслировали по телевизору, я видела только первые три сезона, а их гораздо больше. Я сейчас уже на 14-м, действительно очень много. Что я хочу сказать. Сериал замечательный, но его минус в том, что из сезона в сезон повторяются какие-то ситуации. Такие там уже герои, немножечко меняются условия, но в принципе ситуации одни и те же. Медсёстры входят замуж за военных, находятся бомбы, какие-то исторические вещи со времен Великой Отечественной войны и так далее. То есть, ну всё равно интересно. Не родись красивой, просто обожаю. Недавно пересмотрела этот сериал заново и с тех пор пошила уже больше месяца, но до сих пор по глубоким впечатлениям. Это своего рода история Золушки, но эта Золушка уже не убирается дома и не ждёт принца, и не едет на бал за ней. Она строит карьеру очень уверенно в себе и даже посыпана золой символически. Но в конце концов, принц её находит и всё заканчивается хорошо. Даже люблю беду Настю, хотя она совершенно не соответствует исторической действительности. Но там такие костюмы... На самом деле, там играют добрая половина актёров, которые задействованы на сериал «Не родись красивой». Я пыталась пересмотреть беду Настю сразу после «Не родись красивой», но у меня это не пошло. Мне создалось впечатление, что это продолжение. Хотя, учитывая, что они происходили в разновременные периоды, скорее, я не скосила продолжение беды Насти. Обожаю друзей сейчас, кстати, их тоже присматриваю в 110-й раз, наверное. Кстати, в оригинальной озвучке, но с русскими субтитрами. Кстати, то, что говорят, что можно таким образом изучить язык, не совсем ложь. Потому что вот я смотрю каждый день, уже дошла до седьмого сезона, и ловлю себя на том, что я начинаю думать на английском. О, клиника! Как-то смотрю друзей, тоже хочу посмотреть их с оригинальной озвучкой. Это просто мой самый мощный антидепрессант и самый естественный. Уже много-много лет. Я его могу присматривать бесконечно множество раз. Обожаю этот сериал. Вот бы все врачи были такими, как специалисты из этого сериала. Мир бы горя не знал. Конечно же, я не могу не назвать турецкий сериал «Великолепный век». Хотя вроде бы я, как немножко природка, должна ненавидеть турков. Но они вот покупают вот этими, опять же, костюмами. Ну, слабые костюмы. Кстати, очень похожи их военные кафтаны на наши. Дикого ангела хочу назвать, но скорее не по любимости, а по парамиде. Когда я была еще подростком, училась в школе, я смотрела этот сериал и просто по нему балдела. Наталья Аррера для меня вообще просто вот обожаю. И тем более, что у нее русское имя Наталья. И тем более, она испытывает расположение к России, к русскому языку. Она его пытается... Я не знаю, как сейчас, но она тогда пыталась его изучить. Я даже помню, был какой-то русский сериал, в котором она играла главную роль. Поэтому вот... Я не знаю, понравится ли мне он, если я сейчас возьмусь его пересматривать. Но просто я помню, что я его обожала. И хочу назвать еще один сериал, который совершенно не соответствует исторической действительности. Это «Зена королева воинов». Мне кажется, очень-очень многим нравится этот сериал. Некоторые его называют «Зена королева воинов». Вот, обожаю его за принципиальность Габриэль, за два гузена, за какие-то философские мысли там. Иногда очень здоровски проскакивают. Прелесть просто. На сегодня все. Оставайтесь с собой. Пока.